Анна Лепихина, наш психолог на студии, уже начали немножечко обсуждать комфортность работы совместной с супругами. И пришли к тому, что всё зависит от ситуации. Бывает, что пары уже познакомились, будучи коллегами. Бывало наоборот, что один супруг привёл другого в свой коллектив. И есть ещё такие тонкости, как кто кому начальник. И всё это мы обсудим прямо сейчас с Сэм. Ну знаешь, я бы сказала, что всё зависит скорее не от ситуации, а зависит от способности пары договариваться. А от вида деятельности? От вида деятельности, ну не знаю, не могу пока ничего сказать. Может быть, если будет какая-то конкретная история, можно будет про это соображать. Вот больше всё-таки есть способность пары договариваться, соблюдать договорённости. И некоторые правила безопасности для себя вырабатывать. Если люди, в принципе, способны договариваться в своей семейной жизни, то они могут договориться и про работу. А вот в зависимости от того, какая ситуация, правила безопасности будут разные. Такая мысль была у меня. Вот смотри, то есть правила безопасности для истории, где муж начальник призвал на работу жену, чтобы она ему помогала с чем-то, будут иные, нежели для ситуации, где коллеги познакомились и стали вместе жить. И давай начнём с истории, вот как у вас в вопросе, когда случилась романтическая история. Когда они познакомились уже на работе. Когда они познакомились уже на работе. Да, на самом деле, конечно, очень... Это, наверное, комфортнее всего, да? Когда уже есть какие-то роли устоявшиеся, они не зависят от ваших отношений. Есть уже связи устоявшиеся, и понятны как-то отношения с коллегами, с начальником. И вас уже воспринимают тоже как пару сложившуюся там сразу же. Потому что, смотри, когда приходит, например, муж уже давно работал, а жена туда приходит. Это вызывает некоторые возмущения, потому что, когда он был женатый мужчина, но сам по себе, в коллективе очень часто всё равно есть какая-то история про флирт, про какие-то корпоративы, что-то ещё. Я не говорю про измены, но это более вольное общение, нежели в присутствии жены. И это может создать некоторое напряжение и в паре. А-ха-ха-ха, пришла тебя контролировать, да? Да, и в паре может создать напряжение, потому что вдруг она его видит совершенно в другой роли. Она думала, что он там такой весь герой на работе, а он не особо герой, да? Или так, да. Или наоборот. Она думала, что он такой скромняга, у него на столе стоит фотография жены и ребёнка, и на все предложения сходить куда-нибудь в бар, он говорит, нет, мне надо идти купать малыша, а он там совсем другую свою часть какую-то реализует. Ну да, либо он ей рассказывает, как он, значит, этого начальника и так, и этак, и вот как он там всех построил, и от него буквально всё зависит, она приходит, а он такой заимка. И на самом деле вот здесь вот может быть такой диссонанс активный. Что делать в этой ситуации? Ой, что-то я тоже поплывала сейчас. Давайте всё-таки с того момента, когда познакомились вместе, да? Да, да, да. Познакомились вместе, работали. В первую очередь не выносить уже историю своей личной жизни на работу, потому что будут в любом случае какие-то конфликты, будут какие-то ссоры, будут какие-то истории, связанные с остановлением вот этой семейной жизни, и будет большой соблазн в курилке где-то с коллегами про это поговорить. Вот этого делать не стоит. Ну да, социум он такой, что если что-то происходит у него на глазах, он дальше уже считает себя участником полноценным, мне кажется. Более того, в лучшем случае коллеги будут сидеть с попкорном и наблюдать, значит, как вся эта драма разворачивается. В худшем случае найдутся такие злопыхатели, которые будут подзуживать, конечно, я тебе и тогда говорила, что не здорово себе этого делать. То есть вот основное правило, если вы познакомились, поженились, работаете вместе, это стараться свою личную жизнь решать за порогом работы, а там сохранять такой нейтралитет спокойный. Второй момент – это не внедряться в конфликты второго супруга. Например, если муж поругался с начальником, жене совершенно точно не стоит идти воевать с этим начальником, приготавливаться за мужа как-то или наоборот. Или с какими-то параллельными коллегами лучше поддерживать как-то советом, чтобы его война оставалась его войной. Потому что иначе тоже случаются очень такие странные, запутанные клубки взаимоотношений. Ты согласен по делу с этим человеком или ты его поддерживаешь просто потому, что это твой муж или твоя жена? Ну а как абстрагироваться от этого? Ведь говорится у многих пар, что как бы ты был неправ или неправ, я всегда приму твою сторону, потому что мы вместе. Я приму твою сторону, но я не буду предпринимать активных действий. Я буду тебя поддерживать дома, разминать тебе плечи, разговаривать с тобой про это, но я не пойду к твоему начальнику или к руководителю отдела продаж, чтобы с ним воевать за тебя на работе. Потому что у меня там мои есть функции рабочие, которые я должен выполнять. Если вдруг сотрудники, они параллельно какие-то в одном отделе, например, работают, и тут кого-то из супругов повышают, то здесь очень здорово тоже заранее договориться, что классно. В любом случае продвижение для нашей семьи – это улучшение материальное и так далее. Радоваться друг за друг. Тут уже не зависит от того, работаете вы вместе или нет, это просто возможность твоего партнера порадоваться за твои успехи. А если ты не можешь порадоваться, то... Да. Грош, тебе цена как партнера. Ну и вот для всех супругов, которые работают вместе, конечно, очень важно не выносить работу домой в таком количестве, чтобы она заполнила весь досуг. То есть очень хорошо, если вы все равно начнете... Это очень большой соблазн. Очень много эмоционально заряженных тем будет связанных с работой. Очень захочется все это обсуждать. И поэтому здорово, если вы сможете находить какие-то знакомства, каких-то друзей, которые не связаны с вашей деятельностью, какие-то хобби, которые не связаны с вашей деятельностью, чтобы у вас было что-то еще совместное, кроме вот этой работы. Обязательно не погрязать только в работе. Да. После рекламы вернемся и продолжим. Хорошо. Чтобы комфортно вам работать со своим супругом в одном коллективе, это и тема нашего опроса, и тема нашего эфира сегодня с Анной Лепихиной, нашим психологом. Еще раз доброе утро. Продолжаем ситуации разбирать, когда могут возникать и не возникать проблемы на работе у супругов. И одно из самых часто встречающихся вещей у Ани на работе, это когда кто-то один из пары начальник над другим. Как жить? Начальник, который к себе устроил кого-то. Ну, как правило, я встречаюсь с историей, когда, ну, только один раз у меня была история, когда женщина была руководителя, она устроила к себе мужа. Причем это была очень комфортная, такая хорошая история, то есть очень осознанные супруги, которые прямо простроили... Тогда зачем же они пришли к тебе, если у них все было так комфортно? Там про другое было совершенно, да. Ну, вот именно в плане работы у них все было очень четко, разделены все границы, обязанности и так далее. А вот частая история, когда муж призывает жену как бы помогать себе, потому что, во-первых, мы с вами уже говорили, есть много преимуществ в совместной работе супругов. Это надежность, это общность интересов, не надо объяснять, почему Иванов козел, ну, это и так очевидно, мы жену Велим Ивановым. Ну, вот это вот все. И здесь получается проблема, связанная со смешением ролей. Хорошо, если, например, и на работе, и в семье придерживаются какого-то такого патриархального стиля взаимодействия супруги, например, там, главный, последнее слово замужем, и это и дома, и на работе, и обоих это устраивает. Тогда, скорее всего, будет хорошо. Либо, если они оба придерживаются партнерских взаимоотношений и на работе, и дома, это совместный бизнес, где распределены доли, где у каждого есть право голоса равное, где есть, ну, разные сферы, допустим, там, влияния, и дома точно так же все устроено, тоже, скорее всего, будет благоприятный прогноз. А вот если, например, мы создали совместный бизнес, но дома я хочу выстроить патриархальную такую систему, где я буду самый главный, приглавный начальник, то начинается перетекание одной роли в другую. Приходит семейная пара на работу, и муж забывает переключиться, что здесь мы партнеры. Он начинает строить, требовать к себе уважения, требует последнее слово за собой. А жена, она уже считает, что мы с тобой здесь вообще на равных, как так, почему ты это себе позволяешь? Или наоборот, дома вот это не выдерживается. Что важно делать, какие правила безопасности вот в этой истории предпринимать? Во-первых, если один супруг начальник, а второй как бы он помогает, важно, чтобы у второго обязательно была должность, обязательно должен быть официальный статус, и обязательно должны быть официальные деньги. Я несколько раз встречалась с историей, как даже... Просто так помогать бегать рядом, это не... Ты помогаешь, ты что-то делаешь, причем женщина старается работать изо всех сил, но слушай, это же все равно все в семье, почему у тебя должна быть там какая-то зарплата, зачем все это? А потом по итогу деньги оказываются деньгами мужа, которые он использует как источник власти. То есть для того, чтобы это работало, вот это вот минимально необходимое требование, что должна быть должности, которую можно предъявить, а не просто я жена вашего начальника, которая прихожу, и что здесь делаю. Должны быть четко обозначены границы должностных обязанностей, должны быть четко обозначены деньги. Относительно эмоционального взаимодействия, тоже здесь нужно прояснять постоянно границы, что давай так, мы наши семейные проблемы не выносим на работу, и потому что я плохо приготовила борщ, ты не отчитываешь меня при сотрудниках за какие-то мелкие огрехи рабочие. И вообще очень хорошо, если так же, как в предыдущей истории, супруги смогут договориться о том, что все свои проблемы, все свои конфликты они решают исключительно наедине, а прилюдно они как минимум демонстрируют вежливость и уважительное отношение друг к другу. Потому что нет ничего более разрушительного для пары, когда кто-то один позволяет себе прилюдно отчитывать, унижать, как-то проявлять свою власть над супругом. Потом они приходят домой, где уже нет вот этой группы поддержки, которая поддерживает. Концерт показывать некому. Некому, да, и там продолжается конфликт. То есть, еще раз, да, резюмирую. Обозначать четко границы ответственности, совершенно четко прописывать деньги, должностные обязанности и все какие-то замечания, какие-то нюансы обсуждать исключительно наедине. Вот в этой истории. И варианты, может быть, все-таки поподробнее про положительную еще сторону, как если есть какие-то подвижки, как в плохую сторону, как их превратить в хорошие, в плюсы? Ну, ты знаешь, я думаю, давай просто обозначим вот эту хорошую сторону более подробно. Особенно, если это партнерство, если это какой-то совместный бизнес, то это может стать для людей совершенно новой такой гранью отношений. Мы создаем что-то новое. Можно создать ребенка и вот стать партнерами в воспитании ребенка. Можно создать свой бизнес, и если относиться к этому так же примерно, как к воспитанию ребенка, то есть уважать его мнение другого человека, прислушиваться. Вот очень частая история, например, когда партнеры договариваются между собой, что если хотя бы одному из нас не будет нравиться кто-то из сотрудников, мы с ним расстаемся. То есть комфорт второго намного важнее, чем результат деятельности. Хорошо, если договорились об общих целях и общей концепции какой-то, есть у вас уже начало какое-то, но видение того, как достичь этих целей, оно немножко разное. И даже если не касаться других сотрудников каких-то, а только вот своих действий, то я считаю, что надо сделать вот так, чтобы мы получили столько-то в итоге за год прибыли. А мой партнер считает, что вот так. И как нам найти общий... Да, я уважаю твое мнение, ты, конечно же, есть доля правды, но все-таки давай по-моему сделаем. Или как? Ты знаешь, вот тут точно так же будет, как просто с двумя собственниками бизнеса, которые расходятся там в ценностях, например, один считает, что можно действовать не совсем законно и более рискованно, другой считает, что можно действовать исключительно в рамках правового поля и более безопасно. Это будут переговоры, точно так же, как и в семье, когда один считает, что ребенка нужно бить ремнем за то, что он принес двойку, а друг, потому что... Это теория аргументации действий. Да, да, да. Точно так же решение конфликтов, аргументации, переговоры. Самое главное, что здесь... Вот о чем мы говорили после опроса. Самый главный критерий успеха, это когда пара умеет признавать наличие проблемы, договариваться совместно о ее решении и выполнять эти договоренности. Если все-таки как-то не клеится, стоит ли привлекать какую-то третью сторону? Конечно. Либо сделаем так, как я решил на том простом основании, что я мужчина. Помните фильм «Да, Москва слезам не верит»? Ну... А тебе, кстати, этот всемирный любимец публики? Всемирный любимец публики? Ну, неоднозначно. Я думаю, что здесь вопрос, опять же, насколько подходит вот эта система координат обоим партнерам. Если женщине нравится это утверждение, что мужик сказал, мужик взял... Она на этом месте начинает млеть, улыбаться и говорить, боже мой, как он великий. Круто, то замечательно, да. Если в этом случае у нее глаза наливаются кровью, а она начинает искать что-нибудь потяжелее в качестве аргумента, чтобы как-то равновесие... Тогда Аня Лепихина. Пора разводиться. Нет, я думаю, тогда стоит искать другие способы договариваться. В любом случае, совместная работа, она дает еще одно... Может быть успешной. Может быть успешной, она может дать возможность людям лучше взаимодействовать, лучше знать друг друга и создать что-то классное вместе. И вот на этой позитивной ноте... Да. Окей. Вращаемся до... после следующей недели. Да. Спасибо.